Шестнадцатое письмо к Олимпиаде. И то и другое дело неизреченного человеколюбия Бога. Как то, что Он попускает навести на тебя столь великие и до такой степени прерывные искушения, чтобы блистательнее были для тебя венцы, так и то, что Он делает весьма скорое освобождение от них, чтобы ты с другой стороны не мучилась продолжительностью причиняемых бедствий. Так точно Бог управлял жизнью тех благородных мужей, разумея апостолов и пророков, то позволяя волнам возбуждаться, то запрещая морю зол и после тягостной бури производя приятную тишину. Поэтому перестань плакать и мучить себя печалью, и не смотри только на причиняемые непрерывные и частые несчастья, а смотри на весьма быстрое освобождение от них и на рождающиеся для тебя отсюда неизреченную награду и воздаяние. Все нанесенные тебе несчастья сравнительно с теми наградами, которые за них должны быть даны тебе. Ничто иное, как паутина, тень, дым или и того еще ничтожнее. Что в самом деле значит быть изданным из города и менять места за местами, быть отовсюду гонимым, терпеть лишение имущества, быть влачимым посудилищем, подвергаться терзаниям со стороны воинов, терпеть страдания от получивших бесчисленные благодеяния, и быть оскорбляемым и от слуг, и от свободных. Что это значит, когда наградой за это будет небо и те чистые блага, которых нельзя и выразить словом, которые не имеют конца, но доставляют собой вечное наслаждение. Итак, перестав размышлять о кознях, оскорблениях, лишении имуществ, постоянных переселениях, провождении жизни в чужой земле, и попирая это легче всякой грязи, думай о тех сокровищах, которые собраны тебе за это на небесах, о прибыли неиздеваемой и богатстве неприкосновенном. Но тело твое вследствие этих трудов и бедствий приведено в плохое состояние, и козни врагов причинили болезнь. Опять указываешь мне основания для другой награды, великой и неизреченной. Ты знаешь, знаешь ясно, что значит благородно и с благодарностью перенести болезнь тела. Это, о чем я часто говорил, увенчало Лазаря. Это опозорило дьявола при состязаниях, какие вел Иов, и явило борца благодаря такому терпению более славным. Это прославило его больше и любви к бедным, и презрение имущества, и той внезапной потери детей и бесчисленных напастей, и совершенно заградило бесстыдные уста того злого демона. Итак, и сама, непрестанно размышляя об этом радость и веселись, доведя до конца величайший подвиг и кротко перенося главное из испытаний, прославляя за это человека, любивого Бога, который хотя и может все сразу уничтожить, но попустил этому быть, чтобы эта прекрасная прибыль была для тебя более блестящей. Потому и мы не перестаем ублажать тебя. Мы обрадовались, что ты, освободившись от тяжб и хлопот, как тебе подобало, положила делу конец и порешила его, немалодушно, не отвергая их, тяжб и хлопот, не упорно не настаивая на них, и не втянувши себя в суды и проистекающие от них бедствия, а прошла средним путем, получив приличную тебе свободу, и во всем показав большое благоразумие, доказав и долготерпение, и твердость, и стойкость, и способность твоего благоразумия не поддавать тебе обману.